Закружил, заворожил. Парад черлидеров стал самым ярким культурным событием недели. Около тысячи участников из Беларуси, России, Украины и Кыргызстана в сопровождении Пинского городского оркестра духовой и эстрадной музыки прошлись по пешеходной улице Ленина. В колоритное шоу окнулась и наша съемочная группа. В часы большого торжества, горячим летним вечером, тысячи улыбок от тысячи участников, парад сильнейших команд черлидинга из Беларуси, России, Украины и Кыргызстана буквально зажег спортивным азартом самую живописную улицу Пинска. В сопровождении городского оркестра духовой и эстрадной музыки под руководством Михаила Агиевича энергичные черлидеры проследовали на площадь Ленина. Мы приехали из Москвы, мы занимаемся черлидингом, приехали на спортивные сборы. Нам все очень нравится. Мы из России, из города Тверь. Мне здесь очень нравится, здесь я получила огромный опыт и еще на протяжении пяти дней буду получать его. Здесь все супер. Как Финск? Красивый город. Все круто, мы из Москвы. Какой город? Очень классный. Как лагерь? Лагерь прекрасный, очень спортивный, энергичный. Все круто. Международные спортивные сборы проходят в Полесской столице вот уже пятый год. Организаторами выступают Белорусская лига танца и Пинский городской исполнительный комитет. В этом году смена была посвящена супергероям. Динамичное и мощное по своей энергетике массовое шоу под открытым небом участники крупнейшего в СНГ танцевального летнего лагеря «Суперкэмп» представили впервые. Музыка. 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 Это на самом деле почти финальный аккорд-лагерь. У нас еще два больших мероприятия, но в целом это, да, это закрытие лагеря в этом году, потому что 12 августа заканчивается смена. И, собственно, с ней заканчивается лето этого года для наших танцоров и чирлидеров. История данного действия, она лежит в достаточно, имеет долгую историю. То есть она зарождалась в Соединенных Штатах Америки. Вы знаете, в них есть марширующие оркестры, в Новом Орлеане джазовые оркестры и просто оркестры. И уже сто лет назад проходили подобные действия, когда в одно место собирались артисты, то есть оркестр, соответственно, мажоретки и чирлидеры. Мы решили повторить данную традицию, потому что в данный момент она тоже очень популярна. Например, в Чехии на параде мажореток участвуют от 5 до 20 тысяч человек. Ну, у нас всего тысяча, но я думаю, для Пинска это тоже очень хорошее событие. Готовились не очень долго, потому что график в лагере очень напряженный. У нас очень много мастер-классов, тренировок и других мероприятий. Поэтому на подготовку ушло всего два дня. Среди участников грандиозного парада целые семьи чирлидеров, к примеру, Евгений, Мария и маленькая Ева Шайхулиная, приехали в Пинск, преодолев полторы тысячи километров. Мы из России, из города Нижний Новгород, занимаемся любимым видом спорта, приобщаем ребенка к нашему делу, тренируем молодое поколение, знакомим всю Россию с новым популярным видом спорта. Надеемся, что уже в этом году наш вид спорта станет олимпийским. Это очень здорово, что мы смогли организовать такое массовое мероприятие. Такими вот творческими сюрпризами культурная столица Беларуси 2019 продолжает удивлять. Парад чирлидеров организаторы обещают сделать традиционным.